Серия игр про кенгуру Као всегда была несколько странной. О ней много кто слышал, но мало кто играл. Была на слуху, попадалась на ПК и даже на некоторых консолях, но все почему-то отдавали предпочтение другим платформерам, крэшбантику, тукроуку, да кому угодно. Меж тем польские игроделы не опускали руки и продолжали развивать свое детище. Так на свет появилась целая трилогия, где каждая часть представляет собой естественное развитие уже использованных идей, но также предлагает и какие-то новые механики. Сегодня я хочу рассмотреть все три части серии Као Та Кенгуру, вспомню как все начиналось и насколько серия сумела развиться. Поддержите меня лайком и начнем. Впервые серия представила себя в начале нулевых, где успешно отметилась на Windows для ПК игроков, а также посетила и Dreamcast, что важно отметить для консольщиков. Игра представляла из себя типичный на тот момент платформер, вобравший в себя всевозможные клише. Прыжки по платформам есть, уровни на вулкане на месте, эпизоды, где мы будем на чем-то кататься или летать присутствуют. Словом, все то, к чему нас когда-то приучил Крэш Бандикут и затем закрепили в памяти его последователей, тут имеется. Казалось бы, сиди, доиграй, получай удовольствие. У Кенгуру есть забавные боксерские перчатки, так что он не прочь бы подраться с местными врагами. Но на поверку окажется, что этих самых врагов тут раз-два и общался, и те до безобразия глупы, что даже и не требуют от нас владения боевыми навыками. Зато игра все время требует от нас ловкие прыжки. То тут, то там возникали фрагменты на уровнях, где камера могла резко поменять свой ракурс, а значит настало время бежать вперед изо всех сил, не оборачиваясь назад, иначе верхняя смерть попросту гарантирована. Что дали нам взамен разработчики? А ничего. К сожалению, Кенгуру Као, протагонист этой серии, не зелен в прыжках, оказалось бы. Игра все время раздражала своими таймингами, физикой прыжков и хитбоксами. Иногда кажется, что урон получаешь буквально ни за что. Думаешь, ну я же далеко был от этого огонька. Но это все на самом деле мелочи. При всех своих сложностях и недостатках, игра имела и свои фишки. Так, например, система чекпоинта реализована совсем не так, как у других. Сама игра не будет ничего запоминать, где ты ходил и в каком месте погиб. Тут есть флажки. Собрав один или два, можно разместить их по своему усмотрению. Это и будут наши чекпоинты. То есть, игрок волен сам выбирать, где ему сохраниться. Вообще, возможно, это неплохой вариант для тех, кто хотел бы сохраниться перед самым трудным участком уровня. Но об этом можно забыть и в попыхах, устремившись в бой, ты вскоре обнаруживаешь себя поверженным и вернувшимся в самое начало уровня, так и не успев сохраниться там, где хотел. Я думаю, разработчикам стоило было отдать предпочтение более традиционной системе чекпоинтов, где авторы игры уже заранее сами отметили ключевые участки уровня. Битвы с боссами были такими же несуразными, как и вся игра, но хотя бы поединки с ними не стали сложной частью прохождения, а наоборот, они самые простые. Так что добраться до них задача куда более трудная, чем победить. Нельзя сказать, что разработчики вообще не старались. При большом количестве уровней их декорации достаточно разнообразны. В их дизайне заметен труд художников и иллюстраторов, куда только не забросить нашего кенгуренка, в лесную гущу, внутрь вулканов, пещеры, в ледники и даже в космос. Конечно, сюжетно это не объясняется никак от слова совсем, но такие вещи типичны для детского платформера того времени. После своего выхода игра получила смешанные отзывы, оценки были в основном от 5 до 7 баллов, что я считаю вполне неплохо. Журналисты отмечали разнообразие уровней, но вместе с тем критиковали сложное управление и отсутствие свежих идей и механик, которые бы пошли на пользу новой серии. Провалом это никак не назовешь. Дебютная работа поляков была замечена, и хоть на западе ее встретили не так тепло, как в Европе, они с издателем уже работали над новой частью, которая продолжит осваивать консольные горизонты. 2003 год. Многое изменилось с тех пор, как вышла первая часть. Поколение консоли полностью сменилось. PlayStation 2, Xbox и Gamecube продолжают упорную борьбу на рынке. Sega со своей промежуточной Dreamcast осталась не у дел и нашла себя теперь в роли издателя видеоигр для уже существующих платформ. С ростом производительности домашних приставок, жанр платформера обрел очередной виток развития. Crash Bandicoot перестал быть фаворитом среди героев платформеров, и Sony принесла нам новых героев. Ratchet & Clank и Jacket Dexter. Конкуренты тем временем тоже не дремнут. И между тем, что Microsoft, что Nintendo заключают контракты на разработку новых проектов жанра платформер. Все течет и меняется, но и неизменно только одно. Любовь студии X-Ray к своему кенгуру в боксерских перчатках. Впрочем, кое-что и поменялось. В результате внутренних перестановок студия X-Ray переименовалась в State Multimedia. Остается с этим именем и по сей день. Второе пришествие Бесстрашного Кенгуру должно принести значительные перемены. Ведь жанр платформера заметно шагнул вперед, линейные уровни на манер Crash Bandicoot уже мало кого устроят. Что авторы предложили нам в сиквеле? В 2003 году сиквел Кенгуру Као традиционно вышел на персональных компьютерах и лишь спустя 2 года добрался и до мирового уровня, достигнув платформ PlayStation 2 и Gamecube. Стоит отметить, что аудитория консольщиков уже успела достаточно присоединиться обилиям проектов высокого качества и потому завоевать уважение этой публике оказалось непросто. С первых минут игры заметно, как похорошел Кенгуру Као. Блеклое невразительное окружение с угловатыми формами из первой части сменились яркими, красочными и действительно красивыми пейзажами. Теперь можно наслаждаться не просто видом леса, но и заметить, как лучики солнца пробиваются сквозь густую листву деревьев. Сам персонаж тоже заметно преобразился. В своей дебютной игре ему недоставало характера, а его отличительные особенности были лишь боксерские перчатки. Сейчас же он предстает перед нами в шортах и эта деталь не только придает ему комичности, но и делает более запоминающимся антропоморфным персонажем наряду с другими героями платформенных адвенчур. Что же до геймплейной части, то поляки проделали большую работу и учли почти все допущенные ранее ошибки. Теперь камера ведет себя более послушно, а управление получилось более отзывчивым, рассчитанное на два аналоговых стика. Боевка не стала разнообразней, но во всяком случае теперь она работает. Нет больше несправедливых хитбоксов и дурацких прыжков, вызывающих страдания даже у опытных игроков. Традиционно уже для серии добавили множество интересных взаимодействий, что здорово разнообразит игру. Уже с первого эпизода назнакомят с новыми механиками, например можно бросать предметы. Затем нам предстоит проплыть по реке в бочке и даже прокатиться на барсуке. И все это в первые же 15-20 минут игры. Здорово, что переработали управление, потому что лазание по потолку при помощи ушей и езда на чем бы то ни было, не вызывает теперь столько боли, как это было раньше. В сиквеле поработали не только над разнообразием, но и над удобством для игрока. Но, к сожалению, эти самые игроки этого не оценили. К примеру, журналист из Нинтендо Пауэр написал, «После этого сиквела авторам нужно уже закончить серии. Это просто мешанина из клише различных платформеров. Абсолютно скучно и неинтересно». Рецензент из IGN оказался сдержанней. «Cowaround 2 выходит к концу этого поколения консоли и рассчитано больше на детей», он писал. «Однако сложность может показаться чересчур завышенной для молодой аудитории. Более того, отдельные аспекты этой игры также недостаточно хороши, ведь при всех своих недостатках, в целом она использует одни и те же базовые геймплейные элементы, как любой другой типичный платформер. И несмотря на то, что игра обойдется вам в два раза дешевле, чем обычно, ее все же трудно порекомендовать каждому», – писал журналист из IGN. «Да, многие ее попросту пропустили, не заметили. Проект не выдержал конкуренции с другими тайтлами. В то время ведь жанр платформеров просто перенасытился, ведь на каждой системе были свои громкие хиты, не считая мультиплатформы, где и там было куча игр подобного толка. Критики не встретили «Кенгуренка» радушно второй раз, однако простым игрокам она понравилась, судя по комментариям на ютубе, как у нас в России, так и за рубежом. Команда Tate Multimedia, зазучив рукава, продолжила корпеть на третьей части серии. Казалось, что всевозможные идеи уже были реализованы в сиквеле, в каком направлении двигаться дальше? Это мы и выясним, когда взглянем на третью часть, которая носит название «Загадка вулкана». Собственно, когда раунд второй только вышел на консолях, к выходу на ПК уже вот-вот готовилась следующая часть, однако, увидев реакцию консольщиков на сиквел, издатель решил оставить «Загадку вулкана» компьютерным эксклюзивом, чтобы не обременять себя лишними финансовыми затратами, ибо третью часть постигла бы та же участь, что и предыдущую. На сей раз мытарства с охотником закончились, и Као отправляется на загадочный остров, где ему предстоит не только разыскать множество сокровищ и секретов, но и разгадать главную загадку вулкана, находящегося в этой местности. Как обычно, все лаконично и кратко. Сценаристы из Тейт не особо-то и заморачиваются с деталями истории, я так смотрю. Над внешним видом главного героя снова поработали, и теперь он в образе Индианы Джонс, искателя приключений, что вполне так и в духе истории. Авторы предлагают нам псевдо-открытый мир, в качестве которого выступает, конечно же, остров. Почему псевдо-открытый? Потому что все равно, все завязано на том, что мы встретим какого-нибудь персонажа, с которым пообщаемся, он даст нам задание, и где-нибудь откроется дверь, что расширит наши горизонты странствия, двигая тем самым сюжет игры вперед. Но вместе с тем, декорации потеряли былую выразительность, и что самое главное, разнообразие. Поскольку мы за пределы острова теперь не выходим, все, на что мы можем рассчитывать, это на красоты местной флоры и фауны, а также пещеры и внутренние устройства вулкана, которых мы и будем исследовать. Ну там уровней в небе не в счет. Геймплейная часть по большей части базируется на наработках предыдущей игры, разве что добавили чуть больших головоломок. Поездки на различные техники тоже никуда не делись, хоть и сократились до эпизодов полетов на кукурузнике, а также на каком-то космическом судне. Причем подобные вылазки ничего кроме эпилепсии не вызывают. Разработчики старались как-то разнообразить пустующий мир, ограниченный островом. В целом ощущается влияние Бенжо-Казуи, где игрок тоже мог свободно перемещаться по локации, попутно знакомить с другими персонажами. И так естественным образом продвигался по истории. Сказать, что это шаг вперед нельзя. Некогда эволюционировавший Као в раунде 2, в следующей части переживает стагнацию. Авторы убрали из нее удачные идеи, заменив их новыми, менее удачными, как мы видим. Но надо понимать, что загадка Вулканом был и остается ПК-эксклюзивом. Не забывайте, что платформер вообще не частый гость на компьютерах. Потому публика должна была, ну по идее, встретить игру более приветливо, чем консольные игроки. Однако большой популярности она не снискала. О ней вообще практически ничего не встретишь в американской и европейской прессе. Можно предположить, что бюджет у проекта был совсем небольшим, а значит в ее маркетинг вложили откровенно мало. А еще, быть может причиной тому послужил провал на консольном поприще, где игру не восприняли всерьез. И если первую часть при всех своих недостатках на тримкасте оценили достаточно высоко, ну там в районе 7 баллов часто, то вот сиквел, будучи имея при себе практически все исправленные недостатки, оказался непонятым и мало кому нужным. А то и закончилась история Кенгуру Као. Стоит еще упомянуть, что выходили две игры, одна на ГБА, другая на PSP, эдакие вариации на тему Као, но это уже тема совсем другого выпуска. К слову, трилогию классических игр Као сейчас можно купить на платформе Zoom. Напомню, что это проект Берни Столлера и Джордана Фримена. Эта площадка предлагает переиздание классических старых игр на современные компьютеры по весьма демократичным ценам. Например, этот сборник Као игр я купил за 5 долларов. Вдобавок к играм в качестве бонуса я также получил кучу концепт-артов, а также саундтреки всех игр серии, включая PSP-версию. Вот такие вот дополнительные плюшки я люблю. Это можете получить и вы. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и приобретайте интересные себе проекты. Это не реклама, а просто искренние рекомендации. Вы знаете, я уважаю Берни Столлера за Dreamcast и все, что он сделал для игровой индустрии. Надеюсь, вам понравилось наше маленькое путешествие во времени и знакомство с играми серии Као. Хоть и платформер получился странным, и как маскот необычным, все же многим он запал в душу. Если вы как раз из таких, то поделитесь в комментариях, за что вы полюбили кенгуру Као и какая часть самая любимая. Спасибо, что были сегодня со мной. Поддержите этот ролик лайком и репостом, ведь с вашей активностью канал может расти вверх, а это для меня как автора очень важно. Ценю вашу поддержку. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова